она едет без билета это наша в лес пойдем вот вот эти штуки поставили новые активация билета что тебе цепляет просто разломали асфальт можно кстати из них сделать инсталляцию а вот она уже инсталляция называется переносная дорога мы идем пока что в неизвестность вот мы опустились люблю конечно снимать ноги вы там есть какой-то свой антураж тем более я в лесу а лес это всегда прекрасное зрелище приехали в русский музей а тут на китайском все написано напишите кто понимает мы хотим дойти вы до этого дома она пошла делать непристойные дела вот это все то что можно сделать в лесу никто тебе ничто за это диска с облегчением свой чай не забудь ну у меня кстати вот такой вот чай угадайте какой это вкус цвет конечно как матча но это не она урина терапия в детстве все же я нет меня заставляли но я сказал в этом есть какой-то подвох кто это какой-то глазастый пень а на слона похож на слона прикольный вот сейчас книгу читаю зощенко он там говорит что хобот слона похож на фалос и ему так сказали теоретики ученые он разбирал свои сны и мы сказали что у него что-то с психикой нарушено было да и вот чтоб не спойлерить лучше сами конечно прочитайте что означал этот хобот слона вот но не фалос точно но тоже что-то интересное о щас покажу вам сегодня у нас задача вы ранить теле фон хорошо он в чехле у тебя дождик не боишься ты ронять свой телефон напишите в комментариях как вы думаете сколько раз анюта за месяц роняет что здесь кто не переживай не они сожрут мы сегодня приехали в лес искусства нам сегодня природа должна преподнести очень много предметов мирового искусства поэтому мы сейчас будем их обнаруживать и снимать и делать свои предположения насколько это круто и интересно было сделано в те времена солясь мамонтов это был меценат спонсор он не рисовал как это кто девочку с персиками нарисовал репин репин девочку с персиками нарисовал репин в рубель дает суриков воснецовы дождь пошел коровин шаляпин о коровин о штаниславский вы понимаете почему вы понимаете вот сава мамонтов который как раз таки организовал это все здесь надо каждому побывать кто вот создает какое-то искусство как-то завязан с творчеством обязательно побывайте в абрамцева эта атмосфера для каждого человека открывает что-то свое уникальное что-то таинственное но при этом вдохновляющие олицетворяющие фигая стихоп лет ноги ноги как же без ног это конечно тоже может быть похоже на предметы искусства как это доврога в лавру правда мы можем дойти до лавры мы нашли тропинку и надеюсь мы не заблудимся не нашел бревно переправу на ту сторону берега я не пойду ты чё блин вообще мне кажется вот сам лес это это уже как будто какая-то инсталляция даже искусство природное искусство смотрите причем это искусство которое можно потрогать пощупать не надо пойдешь сейчас то не на там она упадет перехили ты меня туда перебросили тот берег что ты тоже хочешь но попытка номер два дабл третья попытка ну молодец-молодец приземлились отлично грибы ребята грибы у грибов свой мир кто-то идет это грибники ну пойдем по тропинке а здесь голый гоголь оказывается я нашел так нам туда ты чё ты пойдем какая огромная высокая а вот тега прямо на бумажке чья-то чья ребят напишите чья это тега смысл вообще этого блога чем больше мы найдем тегов современного искусства и чем больше мы найдем предметов современного ой современного любого мирового искусства тем будет круче нужно успеть все заснять пока не сядет телефон ставьте лайки подписывайтесь кто еще не подписан васнецов ай красавчик бородатый вот написано здесь был основан мамонтовский творческий кружок видите васнецов нарисовал аленушку да хватит уже что это за гора вообще такая ой какая картина офигенная красота лягушка выплывет вот она тина кто-то здесь прям живет даже ворота открыты заходи не хочу иди заходи иди это жена организатора мамонтова вот написано по-китайски о боже зачем здесь вешалка колодец грязь в колодце на река чё какая гусеница ботинок не за гусениц она уснула она спит просила нет о она двинулась мамонтов сделал благотворительный проект по обучению детей художественным ремеслам изменил жизнь сообщества посмотри что здесь вот ты не видишь прям под тобой вешалка вешалка не знаю куртку не надо повесить нет уходи тогда нам туда прошел сквозь и оставил пальцы мой плевок осень это самое литературное время года да то садись уже опять дожди опять туман и листопад и голый лес и потемневшие поляны и низкий серый свод небес опять осенняя погода и мягкой влажности полна мне сердце веселит она люблю я это время года это литературная пора представляете это стихотворение было здесь же написано только в 1857 году больше чем 100 лет назад мне всегда вот эти штучки на ветках у березы удивляли что это такое надо уже кроссовки новые уже 53 процента у телефона я думаю что мы сейчас уже дойдем до очень интересных инсталляций вау тега современное искусство вау это как будто картина крика эдвард мунг кстати я недавно в своем телеграм-канале новом рассказывал что она означает так что вот ссылочку прикреплю обязательно почитайте это оригинальная угу да уж я бы не хотела быть фотографом только еще больше елы-палы какой он это леший Похожим? Да, почти похоже. Это ее обычное выражение лица. Это необычное выражение лица. Вот это выражение. От художников Ходькова. Вот та. Это как раз вот к этому относится. Абрамцева. Спасибо. Это вход в парк. О, там детей дофига. Делегация. Кто-нибудь узнал, интересно ли? Не знаю. Сейчас все такие... Кравка и краска! Опять, короче, мы хотели, чтобы никого не было. А тут опять много людей. Что-то... О, смотри, как красиво. В прошлом году были, по-моему... Да? Да, да. Вы в нем были? Да, на экскурсии. Вот здесь они все собирались, художники, писатели, поэты. И, короче, осенью сидели там. Кто-то стихи писал, а кто-то картины рисовал. О, вот это дуб офигенный. Ствол раз шесть шире тебя. Дуб черешчатый. 245 лет ему. Это памятник живой природы. О, вот здесь хорошо видно. Не зря он 245 лет рос. Нам нужно сейчас найти еще объекты, пока телефон не сел. Помнишь, это баба каменная? Вон она. Серьезно? Каменная баба. Вот так хоронили князей и аристократов. Вот что с вами будет, если вы будете князем. Это погребальный обряд. Они собирали эти жертвоприношения. О, розы. О, это что такое? Это баня. Сейчас мы дойдем до избушки на курьих ножках. Что? Как думаешь, после этого путешествия мы что-то новое нарисуем? Я точно, да. Я в свой телеграм-канал выкладываю все новое, что я рисую. Так что обязательно подписывайтесь туда. Поехали дальше. Ну, какой огромный пень. Тем временем уже 38% на телефончике. О, деревья слиплись. Сплеснулись. Вот это да. На курьих ножках пошли до избушки. Вот она, избушка на курьих ножках. Такое огромное оно. А это, видимо, хозяйка избушки-то. Погребенная княгиня. Со всех четырех сторон я обошел избушку. Прикольно она как-то сделана. Интересное окно какое-то. Вот это и часовня. Здесь они венчались. Вот этой палкой можно позвонить в колокола. Это они здесь похоронены. Савва мамонтов. Их сын, да, их? И жена. Ну, так было только у богатых. Раньше хоронили там, где они жили. Чтобы их род мог потом набираться энергии и молиться за них. Не у всех была возможность жить так, как жили эти люди, которые организовывали много всего интересного. Поэтому с такими почтями они и были похоронены. Для обычных людей. Обычная ямка. Обычный деревянный гробик. И кучка земли. С деревянным крестиком. Они жили и творили, что хотели. Без родителей жили. Они с детьми жили. Они с детьми со своими жили, которых тоже поддерживали. У них тут своя река была. Своя река. Че будем не заниматься-то искусством? Посмотри. Вышел тут, искупался. Конечно, этих камышей тут не было тогда, наверное. Да, как на картине. Здесь белесик. Ну что, хотела бы ты так жить? Как так? Ну вот, чтобы река, лес, дом твой, все рядом. Конечно, хочу. Смотри, какая красота. Да. Вдохновляюще. Пойдем рисовать картины и снимать блоги, петь песни, писать стихи. Зарядились, вдохновились. Вперед, за мной. Чего бы туда кинуть? Всегда в детстве хотел кинуть что-то в воду. Вот тля. Вот тля. Вот тля. Сожрала все. Всего лишь 21% осталось. У меня вообще 9%. О-оу. Нужно еще найти несколько инсталляций. Какие разноцветные. Желтые, зеленые. Мы нашли пляж, а там вот мост. Там люди, и мы бежим от них, чтобы с другой стороны обойти. Оказывается, два моста, и если бы мы пошли туда, то мы бы шли напротив. Я не люблю, когда напротив идет на меня прям толпа. О, какая дырка. Этот мост. Вон второй. И вон третий. Вон там вот они должны были идти. Блин, они какого-то фига встали. Мы-то хотели пойти туда. Береза, конечно, крутая. Можно из нее сделать какой-то предмет искусства. Вау, какой домик классный. Итичком, наверное, будет здесь обалденно. Это мой, мой. О, посмотри сюда, в окошко. Можно было просто еще столько всего сделать. Такую бы выставку офигенную можно было еще сделать. Мы делали и выставки, и театр у него, и спектакли. Да. Все делали. Просто можно было бы прямо в этом делать, в парке. Ну да, они в парке и делали. Деревья обалдели. Вау. Все деревья вообще. Желописные. Поехали просто. Красотища. Камыш. 10% заряда осталось. Ёлки зеленые. Мы еще должны несколько объектов заснять. Вау, какие корни. Просто посмотрите. Они очень классные. Это лестница, только это корни. Что там? Что? Вау, это поле. Это поле. Солнышко смотрит на нас. Короче, надо найти туалет. Вот по этой тропинке из своего здания они шли в этот пруд или в это озеро. И вот позади меня это озеро. Ну, или река. Смотри, как круто солнце падает. Да. Вау. Летает очень невероятно. Очень красиво. Вот это я понимаю. Объект современного настоящего природного искусства. Ну, все, напишешь сегодня стихотворение? Ну, кстати, я попробую, да. Давай попробую. Если что, мы его прикрепим. Вау, вот тут вообще классно. Покружись. Вау. О, это любовь. О! Вот. Это прям целый дом как предмет искусства. Почему так дорогу странно? Только по бокам выложили. Ну, чтобы она не разъезжалась. Это где они жили? Да. Вау. Вот на этот балкончик у него так выходили с утреца в обед. Может, это как бы было и видно. Так, раз, выходим. Вышел с чашечкой. И такие, вау. На балкон. И все, и уже, и уже, конечно, вдохновение появляется что-то, что-то творить, что-то делать. А была, интересно? Я себя прям графом чувствую. Каллиграфом. Граф. Граф, каллиграф. Я почитаю природу. А я читаю книжки. Я почитаю сегодня комментарии и проверю все лайки, которые вы поставите. И на каждый ваш комментарий поставлю лайк. О, подписчики идут. Пиши. Один процент, друзья, остался. Один процент. Мы наснимали все возможное. Вот я сделал специально скрин. Ай, а где? Вот, да. Вот здесь вот я делаю и вот один процент. Ну это же плевок. Почему они думают, что это еда? Я думал, вы только плаваете. Вы еще и ходите. Хорошо, у тебя еще заряд был на телефоне. Пойдем уже на электричку. Мы на электричку опаздываем. Оказывается... Литературная пора. Опять? И будет все как встать. Ночь, улица, фонарь. Подожди! На электричку опаздываю. Радость может? А-а-а! Точно! Радость. Все правильно. И точка здесь. И точка здесь. Тего. Овукс. Почти как аукс, только оукс. Ой, прикольно. Какие-то стрелочки вверх. Еееее. Продолжение следует...